Пожар, разгоревшийся вечером 12 августа на полигоне в Турлатово, удалось ликвидировать. На запах гари жаловались многие рязанцы, а столб дыма было видно с трассы. Важный вопрос остался. Горела свалка твердых бытовых или химических отходов? Потому что дым от пожара ветром разносило по городу. И на ужасный запах жаловались многие. В связи с этим природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов, которые контролируют природоохранные органы. Это управление Росприроднадзора, Министерство природопользования и соответствующие экологические лаборатории. В адрес прокуратуры поступили результаты, проведенных эколого-аналитическими лабораториями города Рязани и Рязанской области, замеры проводились с привлеченными прокуратурой лабораториями ФБУ, Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, лаборатория Центра лабораторного анализа технических измерений в Рязанской области, а также лаборатория администрации города Рязани. Согласно полученных результатов, в результате произошедшего возгорания на территории полигона, превышение установленных нормативов при день допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не установлено. В ходе проверки установили, что на частной территории по адресу Турлатова-1 располагается несколько шламонакопителей. Это открытая земельная емкость больших размеров для накопления и временного хранения шлама. Так называют отходы при инженерной разработке горного продукта, то есть пыль и мелкие частицы. В ходе проверки выяснили, что шламонакопитель номер один эксплуатируется компанией ООО «Экошлаг», зарегистрированной в Липецке. В ходе проведения проверки установлено, что «Экошлаг» своим ведомственным документом, арендуемый шламонакопитель, использует подплощадку для временного накопления отхода. В соответствии с требованиями федерального законодательства, накопление отходов – это хранение отходов на срок не выше 11 месяцев. Прокуратурой также выявлено, что возгорание на шламонакопителе в Турлатово не первое. 9 июля здесь также произошел пожар. В связи с чем, природоохранной прокуратуры в отношении должностного лица ООО «Экошлаг», а также самого юридического лица прокуратурой составлено, вынесено постановление о возбуждении дела об инициативном праве и производстве. Данные административных дела направлены на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Рязани. До настоящего времени направленные постановления прокуратуры судом не рассмотрены. Сотрудники природоохранной прокуратуры отметили, что при первом осмотре на шламонакопителе размещены именно твердые коммунальные отходы. Более точный результат даст проведенная экспертиза. Проводится прокурорская проверка с привлечением маркшейдеров с целью установить площадь размещенных отходов. Как только результаты поступят в ведомство, им будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.